Куда обращаться жителям хутора Ново-Александровки, если не к своему главе? Неоднократные попытки ни к чему не привели. Мы, как СМИ, пытались обратиться к нему, но тоже положительного ответа не получилось. Что делать жителям дальше, будем разбираться. Хутор Ново-Александровка находится всего в трех километрах от Азова. Но, несмотря на непосредственную близость к районному центру, состояние поселения сложно назвать даже удовлетворительным. Количество проблем огромное, а их решением заниматься некому. Неоднократные обращения населения к главе игнорируются. Социальное развитие в Ново-Александровке оставляет желать лучшего. Одной из показательных проблем является сквер, который находится в центральной части хутора. Благоустройство завершилось два года назад, но только его или забыли закончить, или это новое видение облагороженных территорий. Сквер мы называем скверной, потому что скверно здесь, согласитесь. Сквер недоделан, сделан он с нарушениями. Дорожки тротуарные уложены неправильно, провалы, трещины, плитка выдавливается, недоложено. Почему, неизвестно. Может, плитки не хватило, может, еще чего-то. За парком никто не ухаживает. На территории полностью отсутствует освещение. Ни одного фонарного столба, ни в пешеходной части парка, ни в детской игровой зоне. При желании прогуляться вечером, есть высокая вероятность получения травм. Ведь строительный мусор со времен реконструкции парковой зоны до сих пор никто не убрал. А на единственном месте, где было подготовлено основание под фонарный столб, установили урну. Второй мусорный бак организовали из подручных средств. Сейчас непосредственно мы находимся на территории детской площадки. Она рассчитана только для детей 5-6 лет. А тем детям, которым 10-15 лет, куда? Ни турника, ни спортивных, никаких снарядов. Территория парка состоит из центральной дорожки, вымощенной плиткой, а вот дополнительные засыпаны мелким гравием, что доставляет определенные неудобства для передвижения. В сквере установлено всего три лавочки, и родители вынуждены стоять на протяжении всей прогулки с малышами. Обычно, когда приходим на площадку, сталкиваемся с проблемой, что мамочкам во время того, пока дети катаются на качелях, негде присесть. И приходится вместе с детьми на качелях либо стоять в сторонке и ожидать, пока дети нагуляются. Самокаты есть, и по щебюнистой дороге их не довезти. И также полноценной дороги от клуба, именно сюда, не проходя аллею, нет. Единственная огороженная территория, которая изначально позиционировалась как спортивная площадка, все время закрыта. На ней отсутствуют ворота и другая спортивная атрибутика. Зато в нескольких метрах появились земляные насыпи, как стало известно для строительства будущей церкви. Сегодня у нас состоялась встреча, с епархией приезжали три служителя со встречи с жителями по поводу строительства церкви. Они уже решили, наплевали на мнение людей, уже решили строиться. Детсад у нас топится углем, школы нет, стройплощадок, то бишь спортивных площадок нет. У нас есть хорошие тренера, здесь говорят, дайте место, я постелю ковер, буду детей тренировать. Отжимают вот здесь детскую площадку. По словам местных жителей, на территории, где собираются возводить церковь, в прошлом находились скотомогильники. Чем обернется строительство, еще неизвестно. Сельчане возмущены, почему находятся средства на строительство часовни, а единственный детский сад в 21 веке до сих пор отапливаются углем. И как насмешка над дошкольным учреждением, через весь двор проходит газовая труба. Уже несколько лет существует программа по восстановлению сети сельских домов культуры. Пилотные проекты уже реализуются в Азовском районе, что позволяет многочисленным творческим коллективам обрести свой дом. Давать концерты для односельчан, разнообразить досуг на селе. Но и по этой программе хутор Новоалександровка остался в стороне. Мы находимся сейчас на территории дома культуры. Ну, дом как бы есть, культуры нет. Все это можно увидеть своими глазами. Значит, что мы хотим сказать. Дом культуры наш очень старый, в очень плохом состоянии. Окна администрация вместо того, чтобы поставить новые окна, взяла, заложила кирпичом. Там, детки тут занимаются танцами, территория, помещения, вернее, не проветриваются. Там темно, горят, будем говорить, лампочки и леча. И вот в таких условиях там детки наши занимаются. Хоровой кружок распался, и вариантов для дополнительного развития досуга детей попросту нет. У кого есть возможность, возят детей в город, чтобы дать ребенку разностороннее образование. Школа только начальная, и младшие классы в теплое время года занимаются физкультурой на хорошо утрамбованной земляной площадке. Асфальтового или другого покрытия здесь просто нет. Не менее острая проблема возникает и с электроснабжением поселка. Напряжения не хватает даже для того, чтобы лампочки хорошо горели, не говоря уже о микроволновке или стиральной машине. Было обращение у нас в 2014 году еще, оно у нас сохранено. В администрацию мы обращались, нам обещали эту проблему решить, но прошло уже 8 лет. Решения никакого нет, результатов ноль. После обращения линию поменяли, но счастье жителей было недолгим. Из-за большого количества строящихся объектов мощности трансформатора не хватает. В вечернее время большая часть улиц Хутора остается не освещена. У кого, если не у главы, получать ответы на все возникающие вопросы? Строить диалог с руководителем, который категорически не хочет идти на контакт, у жителей не получается. В ходе подготовки сюжета к эфиру глава Хутора Новоалександровка все-таки решил дать комментарий, чтобы немного прояснить ситуацию, происходящую на территории сельского поселения. Сквер делался на деньги администрации и на деньги спонсоров. Тех денег, которые у нас сейчас есть в администрации, естественно, не хватило полностью этот сквер сделать. Поэтому мы разбили поэтапно именно развитие той территории, где планируется и храм построить, и детская площадка. В следующем году планируется оформить проект на смертную документацию, которая и включит в себя разработку освещения, увеличение детской и спортивной площадок. Да, проблем много, я не отрицаю, но эти проблемы решаются по мере их возможности решить. Это объяснялось людям. Люди, не знаю, слышат. Кто слышит, кто понимает, кто предлагает свою помощь, есть и такие. А давайте мы вам чем-то поможем. В субботнике поучаствовать. Давайте мы вам поможем, там, ну, есть счет, мы вводим эти деньги, допустим, спонсорские деньги вводим в бюджет, или же оплачивать счета. Вот у нас, вот, допустим, нам нужен щебень. Человек взял, щебень привез. Детскому саду, помимо проведения газа, требуется капитальный ремонт. У меня тоже такой бывают встречи вопрос к людям. Я говорю, ну, вот это ж не сегодня, а не вчера не случилось, да, садик. Садик требует капитального ремонта. Чтобы что там делать, нужен капитальный ремонт садика. То есть все тянется одно за другое. Заведем туда газ, нужна котельная. Котельная будет работать, нужна отопление. То есть все это большие деньги. Вот, ну, люди, которые, они вот говорят, что мы тут живем, мы тут всю жизнь, мы тут родились. Ну, где они были, когда рушился колхоз, да, когда земли куда-то непонятно уходили, когда садик один закрыли. Где они были, люди? Диалога не получается. Я пытаюсь с ними разговаривать. Пытаюсь и готов и сейчас с ними разговаривать. Это хорошо, что они есть, такие люди, это хорошо. Но еще лучше будет, когда это будет совместно. Если у них задачи другие стоят, я их не знаю, не хочу никого ни в чем обвинять. Это другой вопрос. Ну, тогда придите по-мужски, да, в глаза и скажите. Если задачи другие стоят. Если вы реально болеете за село, давайте совместно что-то делать. Найти общий язык между жителями поселения и его главой не получается. Что является причиной? Разные взгляды или невозможность договориться? Но в любом случае, каждому сельскому поселению, и не только, всегда нужен надежный, открытый к диалогу хозяин, который будет радеть за развитие доверенной ему территории и благополучие своих жителей. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо